Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим с вами в осознанном уходе за кожей обычно. Но сегодня я предлагаю порадовать вам глаз и себе тоже. Я хочу вместе с вами рассмотреть интересные палетки теней, которые я купила в последнее время. Я тени очень люблю, я очень люблю макияж, несмотря на то, что многие пишут о том, что косметолог должен сидеть с обнаженной кожей, чтобы демонстрировать свое лицо. Но, кстати, мою обнаженную кожу и подобного рода видео и фотографии вы можете обнаружить в моем телеграм-канале, потому что туда я выкладываю какой-то такой периодически спонтанный контент. Например, мне что-то очень понравилось, мне вот хочется показать эффект на коже, поэтому такие там макрофото периодически появляются. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Если вы смотрите это видео с телевизора или компьютера, наводите вашу камеру на QR-код, который вы видите сейчас на экране, вы сразу же попадете в мой телеграм-канал. Если вы смотрите это видео с телефона, то, пожалуйста, проходите в инфобокс, там есть ссылка на все источники, где меня можно найти. Ну, а мы начинаем. И первый бренд, который я хочу вам показать, он, насколько я понимаю, недавно появился в Золотом Яблоке, но я с ним первый раз познакомилась на iHerb и заказала вот такую вот маленькую палеточку, которая называется Haze 02 Rosy Haze. И я о ней вам не рассказывала, потому что я думаю, что уже я буду о ней рассказывать, если ее негде купить. А палетка мне очень понравилась. Поэтому, когда я увидела, что в Золотом Яблоке появились палетки, там не только тональный крем, он красивейший просто. Упаковка, там кисть такая потрясающая в комплекте. Ну, об этом расскажу. Хайлайтеры я купила. Расскажу чуть позже. Глаза разбегаются, потому что это максимально женственные вообще палетки. Красивейшие что-то упало. Которые только можно себе представить. Да, может быть, они не самые пигментированные в мире, но они позволяют сделать очень нежный, очень женственный макияж. Нюдовый макияж. Мне эти палетки вот своей универсальностью очень нравятся. Давайте с вами рассмотрим эту палетку под номером Rosy Haze. Я не знаю, поменялось ли оформление у палеток сейчас, потому что это куплено на iHerb год назад. Может быть, они другие сейчас. Они все с прозрачными крышками, то есть вы видите, что внутри. У этих маленьких палеток очень интересное оформление. Видите, вот есть рефил такой. Он как будто бы из двух частей состоит. И вот они сами тени. В этой палетке под номером 02 находятся тени более теплые. И здесь очень красивые металлики, такие шиммеры. У бренда, мы сегодня с вами в этом убедимся, есть разные текстуры этих сияющих теней. Есть с блестками, с такими крупными вкраплениями. Есть матовые тени с мелким шиммером. Блеск этот бренд любит. В каких-то палетках больше матовых теней, в каких-то даже больше сияющих теней. Но посмотрите, нельзя сказать, что матовые здесь экстра пигментированные. Но тем не менее, макияж видный. Макияж заметный. И, конечно, самое главное украшение – это вот эти вот шиммеры. Следующую палетку, которую мы с вами рассмотрим, это палетка под номером 14. Она сегодня у меня как раз на глазах. Я постаралась использовать максимум оттенков. Красивейшая палетка в таких розово-лавандовых тонах. Здесь есть и доохромы. Здесь как раз есть вот эти вот тени на такой липкой основе с шиммером и крупными вкраплениями вот этого шиммера. Глиттера. Очень, как мне кажется, такое весеннее оформление. И, по-моему, это какая-то лимитка, потому что она по своему оформлению немножко от других палеток отличается. В комплекте, кстати, есть кисточка, но кисточка очень маленькая. Посмотрите, какие оттенки. Вот они такие все дымчатые, припыленные, очень-очень деликатные. Здесь обратите внимание, вот этот вот оттенок, который называется Full of Mouth, он матовый с мелким-мелким шиммером. Вот этот вот оттенок, который называется Sensitive Sense, наверное, я думаю, что они здесь расположены в порядке на обратной стороне, он доохромит. Вот это и есть те самые шиммерные глиттерные оттенки. Вот светленький совсем оттенок Placed Mouth, он деликатный-деликатный перламутровый. То есть вот он, видите, какой? Посмотрите, очень красивые оттенки. И даже вот этот вот продукт с крупными блестками, кстати, все самофиксируется, клея для блесток здесь не надо, он все равно смотрится деликатно. И мне нравится, как он наносится равномерно, потому что, например, у Colorpop были проблемы, что, во-первых, эти оттенки ужасно пахли клеем. Вот подобного рода тени. И они могли колоть кожу, они могли ложиться неравномерно, то есть где-то блесток этих больше, где-то меньше. А здесь, посмотрите, равномерное абсолютно такое вот нанесение. Тени немножко в процессе нанесения осыпаются, особенно это касается матовых оттенков. Но они очень легко удаляются с лица. Это суперлегко тушующиеся оттенки, то есть они наимягчайшие вообще совершенно. Но потом макияж на коже держится весь день. То есть, несмотря на свою такую, как будто бы молочность и прозрачность, тени держатся на веке очень-очень хорошо. Одна из моих самых любимых палеток в этой коллекции – это палетка под номером 13. Она комбинирует в себе вот эти вот такие лавандовые, немножко фиолетовые припыленные оттенки с более теплыми матовыми. И здесь очень красивые, сияющие вот эти вот тени удивительной красоты. Получается такой нежный-нежный, практически свадебный макияж. Называется она Picnic by the Sunset. Видите, нет вот этого какого-то оформления специфического, поэтому я и предположила, что предыдущая палетка была лимиткой. Вот этот вот оттенок бежевый, посмотрите, это бежевый теплый оттенок с мелким шиммером. Сосед тоже на самом деле достаточно теплый бежевый. Самый темный коричневый здесь тоже какой-то зеленцой, теплотой отдает. Дальше идут достаточно холодные оттенки, то есть есть такая вот комбинация. Ну и как мне кажется, вот эти вот глиттеры, они достаточно нейтральные. Хотя, конечно, на коже это все раскрывается чудесным образом. Оттенок, который содержит в себе максимальное количество вкраплений блестящих, он отдает и какими-то голубыми блестками, и фиолетовыми, и розовыми, и зелеными. То есть он переливается всеми цветами. Вот этот оттенок только на видео кажется простым шиммером. На самом деле здесь тоже блестки жесткие такие немножко. То есть он тоже на этой липкой базе. И это мелкий-мелкий-мелкий-мелкий такой помол этих блесток. То есть это не просто металлик. А вот этот вот оттенок, да, это уже металлик. Посмотрите, вот эти, мне кажется, припленные, такие немножко с серинкой. Это до сих пор самые трендовые оттенки. Если мы их сочетаем с чем-то теплым, то макияж не выглядит слишком холодным, не делает лицо таким утомленно выглядящим, потому что не всем идет такой макияж. Вот мне кажется, что эта палетка под номером 13, она самая-самая универсальная. Палетка под номером 11, которая называется Walking on the Cozy Elite. Это палетка самая, мне кажется, повседневная, самая офисная, потому что здесь практически все оттенки матовые. И только один шиммер с такими еле заметными, деликатными, золотистыми блесточками. Она даже своим оформлением нам с вами намекает, что она самая спокойная. И вот если мы на нее с вами посмотрим, посмотрите, какая она деликатная. Это сплошные нюдовые оттенки. Поэтому я и говорю, что это такой повседневный, офисный вариант. Оттенки достаточно теплые, обратите внимание, но есть здесь чем разбавить эту теплоту. Есть достаточно холодный оттенок и достаточно деликатный, сияющий оттенок, который можно добавить в уголочек глаза, можно на подвижное веко. Но все равно такой деловой повседневный макияж с этой палеткой выдержать можно очень легко. И опять же, тени в работе прекрасные, легко тушуются, очень легко макияж корректируется, все держится целый день. Поэтому да, Клио меня приятно удивили. Поговорим с вами о такой вот палетке Too Faced, которая называется Too Fawn. Палетка красивейшим образом оформлена в бирюзовом таком оттенке, весеннем. Летают бабочки. Посмотрите, какая она внутри жизнерадостная, красивая. Сразу же обращаешь на нее внимание. В России это, конечно, сейчас все стоит безумных денег. Я покупала эту палетку в Эльдебате. Я думаю, что если вы будете заказывать через посредников, или если вы живете за границей, вам повезло гораздо больше. Что сразу же хочу сказать. Здесь потрясающее качество матовых оттенков. Мне очень нравится, что вот этот вот мятный оттенок, или розовый, или оранжевый, они не разбеленные. Они достаточно плотные, достаточно пигментированные. А вот как раз шиммеры в этой палетке немножко подкачали. Ну, то есть они неплохого качества. Но некоторые из них какие-то полупрозрачные, на такой прозрачной подложке. Они подходят только как топперы. Например, вот этот вот мятный. И в упаковке они выглядят гораздо более изящно, оригинально и броско, чем они выглядят на коже. Вот эта палетка на коже. То есть посмотрите, вот зеленый оттенок под определенным освещением, да и на самом деле соседний тоже, их практически не видно. Их очень трудно использовать соло. На камере так они вообще пропадают. Зато посмотрите, какие матовые. Посмотрите, мощный такой прям пигмент. Оранжевый, плотный. Потому что они очень часто бывают такие разбеленные, меловые. Тушуешь, тушуешь, ничего нет. На самом деле для матовых теней в такой формуле тут просто прекрасное качество. А вот как раз все яшечки, они такие, знаете, ну совсем. Вот этот вот лавандовый. Он тоже как-то чуть-чуть теряется, хотя с ним можно сделать тоже красивый макияж, его обыграть. Я могу рекомендовать эту палетку. В целом она качественная. Но единственное, обратите внимание, что как таковых базовых оттенков здесь очень мало. То есть здесь нет, во-первых, холодных оттенков. Вот, например, в складку. Она вся теплая. Даже коричневый здесь не коричневый, а практически бордовый такой. Есть очевидно теплые оттенки, да, и розовые здесь теплые. Ну вот только вот что-то с этими, да, можно придумать. Но в целом палетка не для всех, но такой интересный, особенно если вы любите такие оттенки, освежающий, макияж, весенний. С ней можно сделать вполне. Попросила у друзей на распродажу, она была с очень хорошей скидкой, заказать вот эту вот палетку от бренда Tarte, которая называется Sugar Rush Positive Energy Eyeshadow Palette. То есть палетка, которая нам дает позитивную энергию. Но тут на самом деле, вот это уже пигментация, да, правда же, издалека видно. Но и оформление у нее такое, что действительно улучшает настроение. На самом деле у нее такое попсовое оформление. И если бы я не посмотрела сводчи и обзоры на нее, я бы прошла мимо этой палетки. Она кажется немножечко кукольной такой, видите, какая она интересная крышка. Она вся вот переливается, как будто грани какого-то камня. И внутри рассыпаны вот такие вот как будто бы самоцветы. Ну немножко легкомысленное оформление у палетки. Но когда начинаешь работать с этими тенями, понимаю, что никакой легкомысленности здесь места нет. Посмотрите, какая пигментация. Пигментированы абсолютно все оттенки. Какие здесь металлики. Какие вообще потрясающие. Какой вот этот темный такой цвет оружейной стали. Вот эти очень необычные бронзово-зелено-желтые оттенки. Есть красивые изящные шиммеры. Есть более насыщенные шиммеры. Например, вот этот вот фиолетовый или изумрудно-зеленый. Кстати, вот этот вот шиммер, он у нас с вами называется оптимизм. Он немножечко дуахромит. Зеленый оттенок, это вот этот вот. Это оттенок Revitalize. Вот это оттенок Vision, просто чтобы вы потом ориентировались. И вот этот вот рядом, это оттенок Prism. Ну в целом, опять же, смотрите, все достаточно теплое. Есть прям очевидно теплые оттенки. Поэтому, опять же, наверное, это не для всех. Но имейте в виду, что палетка очень качественная, палетка очень пигментированная и необычная. Кто знает, как такие оттенки применять, действительно, пока может быть распродажа и тоже есть возможность заказать, может быть, через посредников. Очень-очень рекомендую. Следующая палетка, на которую, я думаю, многие ждали моего отзыва, потому что, опять же, в Телеграме видели, что я ее покупала. Это палетка от бренда Influence Beauty. Палетка называется Chimera. Наверное, это игра слов. Косимера, может быть, это 0,1. И вот как раз, если вам кажется, что все, что я до этого показывала, это слишком теплое, и для вас это не подходит, то обратите внимание на эту палетку, потому что она холоднющая. Оформлена, конечно, красиво. Ой, очень красиво. Сразу же вы ее замечаете в магазине. Оттенки, посмотрите. Разве можно их упрекнуть в теплоте? Но проблема этой палетки в том, что здесь не однородное качество. Здесь есть два оттенка, которые очень плохо набираются. Это вот этот вот светло-такой бежево-серый. Он просто какой-то каменный, и на самом деле его на коже практически не видно, то есть он никакой. И вот этот вот светлый такой слоновой кости оттенок, его тоже не видно на коже, и он плохо набирается. Остальные оттенки, что шиммеры, что нет, очень даже приличные. Единственное, что шиммеры здесь, ну, чуть-чуть отличаются по тону. Сейчас мы увидим с вами на свочах, и сказать, что между ними огромная разница нельзя. Ну, вот они, два этих шиммера, видите, они даже слились у меня, то есть они практически идентичны. На самом деле здесь раз, два, три разных свочи. И они, в принципе, ну уж очень мало между собой отличаются. Еще один светленький, то есть прям очень похожий, красивейший изумрудный. Посмотрите, очень мне нравится вот этот вот коричневый. Можно такой коричневый смоки сделать вот с этой вот группой оттенков. Причем вот этот зеленый на камере, он, я в жизни его вижу серо-синим. Видите, а он стал еще зеленее на камере. То есть это вот этот вот оттенок, он дуахромит. И даже сейчас на камере он зеленый, а в жизни я его вижу серо-синим. Так что интересно. Здесь есть, на самом деле, с чем поиграться. Тоже можно сделать и смоки, и повседневный макияж. Палетка очень красивая. Я ее покупки не жалею. Ну вот единственное, два таких оттенка вот качали. А так она прям действительно интересная и холодная. Потому что все, что мы с вами до этого рассматривали, это все теплое. Следующая палетка, она бюджетная. Это палетка от Essence. Но я так часто ей пользовалась этой зимой. Называется она Benvenuti Aroma. Что-то есть похожее на Too Faced, которое я вам показывала. Ну, главным образом, наверное, вот этот зеленый оттенок и некоторые теплые. Меня, кстати, качество теней Essence в последнее время особенно очень радует. Так же, кстати, как и теней Catrice. Тоже они у нас сегодня будут. Ну и посмотрите на нее. Палетка с зеркалом. Вот если не знать, что это бюджетный бренд. И вот так, например, я вам покажу. Думаешь, ой, интересно, это что такое? Это Анастасия Биверли-Хиллз выпустила новую палетку. Но она действительно очень красивая по оттенкам. И она качественная. То есть она выглядит, оттенки сами, как она держится, как это все наносится. Это все как будто бы гораздо дороже, чем оно стоит. Ну посмотрите, какая красота. Да, может быть, сами оттенки вот этот вот зеленый, он не такой насыщенный, как у Too Faced. Но он не пятнит. И он тоже не разбеленный. То есть он таким и должен быть. Очень красивые шиммеры здесь. Красивый коричневый теплый. Посмотрите, светлый оттенок. Не в пример предыдущей палетки Химера. Его видно на коже. Он работает. Его можно нанести там на подвижное веко, сделать каткриз. Как угодно. Абсолютно каждый оттенок в этой палетке рабочий. Вот почему она мне так понравилась. Я ее с удовольствием использовала. Была прямо в одно время моей настольной палеткой. Я считаю, красивые оттенки. А за такую цену так вообще нужно брать. У Пупа вышли новинки. Это коллекция Delicious Cake. И это у нас с вами палетка под номером 002. На самом деле они ароматизированы. Все средства этой коллекции пахнут какими-то кондитерскими изделиями. Внутри оформление гораздо более скромное на самом-то деле. То есть только на упаковке понятно, что это Delicious Cake. Это палетки четверки. Здесь на самом деле светлый оттенок очень интересный. Вот этот вот, к сожалению, он больше краснит на коже. И вот эта вот серинка, которую вы можете видеть на камере, она пропадает в жизни. И он как-то не очень плотный. Зато вот этот плотнейший. И вот здесь оттенок темный с такими как бордово-медными прожилками. В результате мы получаем нечто вот такое. Видите, вот он как вот на сводчих немножечко полосит. И как-то вот он как раз разбеленный. Он слишком деликатный. Он по плотности пигмента очень проигрывает соседним оттенкам. И когда ты их комбинируешь, может получиться такой, знаете, не совсем плавный переход света. Хотя я, конечно, вижу здесь и смоки такой бронзово-бордовый можно сделать. То есть интересно, что эта палитра, она как будто бы даже и не повседневная. То есть понятно, что вот с этими двумя оттенками можно попробовать сделать дневной макияж. Но в целом из-за того, что шиммеры очень насыщены, их видно за тысячу километров, мне кажется, что эту палетку можно отнести к вечерним. А еще вот этот светлый оттенок, он как будто бы чуть-чуть жемчужный. То есть он не чисто матовый. Но мне кажется, как раз вот этот легкий-легкий перламутр, который в жизни даже не видно, это скорее просто светящийся такой, как будто бы изнутри светлый оттенок, они и разбавили немножко шиммером, чтобы он был более видным. Потому что, видите, ну все-таки он достаточно для светлого яркий. Палетка красивая. Она мне очень нравится. Тем не менее, да, красный я использую отсюда меньше всего. А вот эти вот три, да, вполне. И, кстати, такая красивая получается растяжка. Угадайте по сводчам цену этой палетки. Или хотя бы что это за бренд. Насыщенные, плотные оттенки. Очень качественные, красивые. Посмотрите, какой темный. Посмотрите, какой вот этот переходный, да, или соседний. Серо-бежевый. Не как, опять же, в химозе в этой. А его видно на коже. Ладно, не буду вас томить. Это Catrice 5 in a Box. Палетка называется Soft Rose Look. Это номер 020. Изящнейшие, элегантные оттенки. Мне кажется, она подойдет любому вообще цветотипу. Она невероятно красивая и потрясающе качественная. То есть, если бы мне, например, сказали, ну не Наташа Денона, конечно, но... Ну хотя, почему нет? То есть, если бы мне вот так вот просто показали сводчи, я бы не поняла, что это Catrice. Я бы вообще не поняла, что это какая-то бюджетная палетка. Потому что вы только посмотрите, какое качество. Изумительное. Вот каждый оттенок на своем месте. Каждый читается. Можно сделать потрясающий совершенно макияж. Можно смоки. Можно более повседневный. Мне эта палетка тоже очень нравится. Моя такая настольная. Кстати, совсем недавно я вам показала подборку тональных кремов и пудр, которые я попробовала за последнее время. Если вы не смотрели это видео, пожалуйста, посмотрите. Сегодня я вам показала 10 палеток. Мы так давно с вами не разговаривали на такие темы. Хотя я знаю, что многие из вас очень-очень любят макияж, так же, как и я. Расскажите, что вы тестировали из этих палеток. Что для вас, может быть, оказалось в новинку, заинтересовало, вы бы хотели приобрести. Давайте поделимся опытом в комментариях под этим видео. Всего хорошего. Пока.